Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа DP возвращаются в Мюнхен. Начнем с другой темы. Когда я узнал, что в конце 30-х годов в Москве особым малым тиражом для своих, для внутреннего пользования, Кремль выпустил книгу, по существу брошюру, немецкого психиатра Артура Кронфельда, «Дегенераты у власти. Психология нацизма», где разоблачались нацистские руководители и в подробностях описывались их пороки. Я по привычке подумал, брехня, фальшивка, сталинская подделка. Но поскольку сегодняшнее переиздание подготовил Александр Эткинт под редакцией Лучану Мекаччи, снабдив книгу своим предисловием, я решил воспользоваться приездом Александра Марковича в Прагу и поставил вопрос ребром. На фоне бурных судеб персонажей 20-30-х годов судьба Артура Кронфельда кажется приключенческой до неправдоподобия. Уж не пародия ли он? Чистая правда. Да. Если пародия, то на кого, во-первых, и потом у какого высшего существа есть возможность описать такого рода пародии. Но Кронфельда действительно был человеком необыкновенным, даже на фоне своего времени. И эти его перемещения в пространстве и между политическими режимами были совершенно невероятными. Или, я бы сказал, даже не сами перемещения, и крайности, в которые он входил. Каждый раз он как бы доходил до предела в этих своих приключениях. А это, да, действительно, получалось мало у кого. Вы пишете, что в 1919 году был открыт институт сексуальных исследований. Что это было за учреждение? Да, это было учреждение в Берлине, в таком шикарном районе, рядом с Тергартеном и так дальше. И такой большой особняк, такое здание шикарное, где сейчас где-то ютится маленький музейчик вот этого института, но чем-то это всё занято другим. Существовало на спонсорские деньги и было открыто энтузиастами, да, энтузиастами, я думаю, сексуальной революции, то есть реальных практических изменений сексуальной жизни, которые эти люди... Главным инициатором и первым директором, организатором был такой Магнус Хиршфилд, известный в Германии доктор, психиатр и психонебролог, и тоже известный открытый гомосексуалист, который боролся за признание прав гомосексуалистов, гомосексуалов, точнее говоря, на равную полноценную жизнь. И боролся разными способами, включая легальные реформы, психиатрические экспертизы и так дальше. Способы эти были отличными от того, что мы сейчас понимаем под равными правами, потому что в Пруссии это было постоянной проблемой. В моем предисловии к этой книжке я рассказываю о судебных процессах очень высокого уровня над офицерами прусского генерального штаба, знатными дворянами, или даже над тем самым крупом, обладателем самой большой индустриальной империи в мире, который производил войны кораблей, знаменитые пушки и так дальше, для прусской армии. И он был гомосексуалом, и в конце концов, скорее всего, что он покончил самоубийством, после того, как его приключения были обнародованы левой прессой. И все это рассматривалось в суддоме и так дальше. Но, например, одним из способов, которыми пользовались Хиршфельд и Кронфельд, который с ним очень активно сотрудничал, был вторым или третьим лицом в этом институте сексуальных исследований. Когда их приглашали судебными экспертами, то методом оправдания или просто спасения этого обвиняемого в гомосексуальных актах было признание его невменяемым. Если он невменяем, то его освобождали или там отправляли под надзор врача, а не в тюрьму. И вот такого рода сочетание публичных кампаний за декриминализацию гомосексуальной активности и вместе с тем разного рода психиатрических экспертиз, направленных на спасение индивидуальных случаев. Вот этим занимался этот институт. Пару десятков лет, наверное, эти люди этим занимались, пока институт не был разгромлен нацистами, когда они пришли к власти. При том, что многие из этих ранних активистов немецкого национал-социалистического движения сами были активными или даже открытыми гомосексуалами. И это тоже интересная история, которую я пунктиром очень бегло рассматриваю в своем предисловии. Я подозреваю, Александр Маркович, что не каждый школьник второго класса может отличить четко гомосексуала от гомосексуалиста. Помогите, пожалуйста, понять, почему вдруг в последнее время стали говорить гомосексуал, а не гомосексуалист? Ну, это разница, знаете, как между, например, коммунистом и коммунаром. Понимаете, то есть гомосексуализм это типа идейное движение, а далеко, естественно, не каждый гомосексуал имеет идеологическую для этого дела основу или подоплеку. И поэтому пользоваться таким словом гомосексуализм или гомосексуалист стало старомодным. В России как-то это проблема русского языка. Мне кажется, что в других языках нет такого ударения традиционного именно на изме. То есть людей просто называли гомосексуалами и ладно. А в России почему-то это стало называться гомосексуалист. И первый, по крайней мере, насколько я знаю, кто стал водить такое развлечение и прямо настаивал, что надо говорить гомосексуал, был мой старший друг и один из моих учителей, Игорь Семенович Кон. Он замечательный сексолог и тоже, в общем, деятель сексуально-освободительного движения в России. Вы пишете о том, что у Кронфельда был определенный выбранный им метод психотерапии. Каков был этот метод? Можно ли просто и для все того же младшего школьника объяснить? Ну, насколько мы знаем, насколько мне известно, я старался найти, работал в архивах, и что-то опубликовано немецкими или другими исследователями о Кронфельде. И потом он сам писал книги и менял тоже темы своих занятий. Его фирменным методом было сочетание психотерапии и соматической терапии. Он был очень опытным врачом. Он воевал как военный медик в Первой мировой войне, получил железный крест, что для медика было большой-большой редкостью. Был и хирургом, и психиатром, который лечил лекарствами и вместе с тем пользовался гипнозом. И в какое-то время увлекался психоанализом, но относился к нему довольно критически и написал такую критическую книгу о психоанализе и о Фрейде. И с Фрейдом они были такими равными по возрасту и по авторитету даже. В какие-то годы такими соперниками и оппонентами. Но Фрейд его уважал, считал, что не очень скверный характер, хотя бы договориться с ним было трудно. Да, но вот и его терапевтическим методом было свободное сочетание, так сказать, по нужде, по необходимости, по клинической необходимости разных способов и методов терапии. Вы пишете о фундаментальной роли, которую сыграл гомосексуализм в политической жизни Германии в период между двумя мировыми войнами и даже до Первой мировой войны. Как вы объясняете значение этой роли и глубину ее? Вот я рассматриваю дорастающую силу этих гомосексуальных скандалов в высшей германской элите. И у этого процесса шли судебные процессы один с другим. По мере либерализации судопроизводства независимый суд и тоже постепенно формировалась независимая пресса. Вместе с тем эта прусская элита была, офицерская элита, представьте, в 1910-х годах, 20-х, до войны, после войны, значит, это были очень субординированные люди. Или это индустриальная элита, самая верхушка, которая работала на империю и на армию и на флот. И там были, да, были гомосексуалы, как среди любых других социальных групп. Но постепенно по мере либерализации общества вот эти индивидуальные особенности становились поводом для скандала. И вокруг этого собирались разного рода силы, которые протестовали, которые устраивали, значит, разного рода демонстрации, газетные кампании. Люди лишались службы, работы, жизни. В результате вот такого рода скандалов. И это все шло по нарастающей, как бы дестабилизируя, что ли, общество. Лишая эту элиту авторитета, престижа, морального веса. И действительно, если даже такой всемогущий человек, как этот Альфред Круп, не мог противостоять вот этим обвинениям, а не мог он им противостоять именно потому, что они были обоснованными, но вместе с тем общество это освобождалось от цензуры или судебной зависимости от власти. Но интеллектуально и культурно та самая сексуальная революция, о которой так долго уже говорили специалисты, она не приходила. И вот в этом зазоре, что ли, происходили очень странные и интересные явления. Я как-то это так примерно понимаю. Ну, и в частности, приход нацистов в власти тоже сопровождался совершенно необычными феноменами, связанными с открытым гомосексуализмом многих штурмовиков и их лидеров. И после этого, когда их громили и убивали, иногда их убивали, именно как гомосексуалов. Ну, и сам Гитлер, история довольно подробно разработана американскими историками сегодня. Сам Гитлер в разных своих отношениях с людьми до прихода к власти был замечен в гомосексуальных отношениях. Но после прихода к власти что-то изменилось на таком идеенном уровне и всех свидетелей или участников или авторов, которые как-то об этом писали о гомосексуальности Гитлера, участников этих отношений или свидетелей их уничтожали одного за другим. То есть нацизм пришел к власти на фоне такой моральной катастрофы германского общества. И вот эти гомосексуальные скандалы, их порастание, их прогресс, что ли, был частью этой моральной катастрофы. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Сексуальный травелок» Артура Кронфельда. В пражской студии Свободы мы беседуем с автором предисловия к переизданию довоенной кронфельдовской книги «Дегенераты у власти. Психология нацизма» Александром Эткиндом. Гомосексуальная тема до войны практически везде в Европе была табуирована. И помните в «Юности» все мы смотрели фильм «Конформист», где Трентиньян в конце кричит «Фашист, фашист». Но это был советский вариант перевода, потому что в оригинале он кричит «Фашист и гомосексуалист». И вот «Гомосексуалист» было вырезано, как из Булгакова было вырезано «Невидимо и свободно», «Невидимо и свободно». Вот «Свободно» этот крик Маргариты, он был вырезан. Поэтому я помню вот журнальную публикацию, она кричит «Невидимо-невидимо», а когда я увидел в полной версии «Невидимо и свободно», это совершенно меняет картина. Так вот, фашист и гомосексуалист. А в чем культурная причина запрета гомосексуального разговора вообще была? И в огромном числе стран и страт населения и до сих пор эта тема запретная. В чем культурная или интеллектуальная или психологическая природа этого запрета? Если мы видим такое количество исторических примеров в любой сфере и в любой страте? Хороший вопрос. У меня как историка сразу возникает некоторое сопротивление от действительно ли так это действительно ли был такой запрет и как именно такой запрет практиковался потому что вот эти скандалы в прессе бесконечное обсуждение мельчайших деталей. Вот какой-нибудь генерал прусской армии переодевался в женское платье и танцевал перед своими коллегами в женское платье и вот это свидетельно судебном процессе рассказывали мельчайших деталях обо всем об этом и пресса тоже поскольку она уже была свободна все это комментировала в разных подробностях так ли сильно практиковался специально например в Германии между двумя мировыми войнами практиковался ли этот запрет или наоборот побеждающие тираны ну такие как Гитлер вторичным образом уже задним ходом его вводили по новой просто убивали ликвидировать тех кто участвовал в этих акциях или точнее говоря участие это ладно но тех кто об этом говорил или вспоминал или мог свидетельствовать если что случится вот эти люди просто ну их уничтожали и об этом написано очень интересно и вот кронфельд рассказывая он молчал об этом пока он не переехал в советский союз но вот его коллеги вот этот магнус хирсфельд возглавлял довольно большую очень шумную публичную кампанию по сегодня мы назовем декриминализации гомосексуализма то есть они могли об этом говорить и писать пока тоже Гитлер не пришел к власти вместе со своими единомышленниками естественно все это закончилось но все эмигрировали действующие лица в разные места и продолжали об этом говорить уже относительно безопасности в этом смысле вот эта брошюра которую мы переиздали под замечательным названием дегенерат во власти принимала участие вот в этом разговоре рассказывая фактически ну вероятным противникам нацистов советским большевикам о сексуальных извращениях Гитлера и Гиммлера и там Риббентропа и так дальше которым Кронфель либо был свидетелем потому что он был психиатрическим экспертом и однажды он обследовал Гитлера либо как он пишет он знал об этом со слов своих пациентов которые ему на психоаналитической кушетке или может быть еще в каких-то условиях в медицинском кабинете в его клинике рассказывали значит сплетни и выдавали секреты но пока он был в Германии и боролся за свое существование как врач как обладатель железного креста и так дальше но ничего не помогало в конце концов потому что он был евреем и медицинская практика ему была запрещена и так дальше но он рассказал эти свои истории только тогда когда он уже эмигрировал в Советский Союз и то вот только он сдал эту брошюру для сведения она была издана первый раз в количестве 50 экземпляров для внутреннего пользования и я так думаю что заказал эту брошюру написать ему Максим Литвинов который был с одной стороны евреем с другой стороны реально значит ненавидел Гитлера и нацистов и предвидел то к чему шло дело и вот Кронфельд издал эту брошюру а потом приехал Риббентроп и значит Литвинов упал со своего места пришел Молотов с совершенно другой повесткой и Кронфельд снова оказался неудел до следующего такая история в 1941 году началась война и это его брошюру не нашли мощное пропагандистское орудие и издали сотнями тысяч экземпляров есть создание в Алма-Ате издавали в других местах где-то на Урале и видимо эту брошюру прямо читали вот в окопах или где-то там еще на фабриках потому что действительно она внушала ненависть к врагу вы пишите в вашем предисловии я процитирую небольшой абзац в январе в январе 33-го года в Берлине покончила с собой Зина Волкова дочь Льва Троцкого обширная литература о Троцком говорит что Зина страдала туберкулезом и депрессией в ней также говорится что перед самоубийством Зина лечилась у берлинского психоаналитика какие были у нее проблемы и почему она дошла до самоубийства кто был ее аналитиком как случилось что судьба Зины и ее самоубийство на кушетке были забыты как троцкистами так и фрейдистами ее сводный брат Лев Седов сын Троцкого был убит русским хирургом в Париже в 38-м году может быть Зину убил ее аналитик конец цитаты раскройте пожалуйста скобки что это за история история на мой взгляд потрясающая и до сих пор недоисследована как я рассказываю в своем предисловии во первый раз я об этом написал и опубликовал все это ну примерно 20 лет назад и еще потом несколько раз возвращался к этой истории ну короче в переписке Троцкого который хранится в архиве Гарвардского университета я прямо нашел письма Зины к Троцкому где она говорит что она лечилась лечится в клинике доктора Кронфельда и что она проходит там психоанализ Кронфельд был главой клиники и оказывал разного рода соматическое лечение а психоаналитиком был некий доктор Май который в общем ни мне ни другим людям с которыми я консультировался идентифицировать не удалось но поскольку Зина не знала языков она учила немецкий и тоже об этом рассказывала в своих письмах отсюда очевидно что психоанализ этот шел на русском языке и что психоаналитик этот был русским психоаналитиков которые реально занимались психоанализом русских психоаналитиков Бирыни в общем-то не так уж много и они известны короче говоря это довольно загадочная история мы знаем еще тоже я об этом тоже рассказываю что в какой-то момент именно этот психоаналитик доктор Май стал советовать Зине пойти в российское посольство и возвращаться в Советский Союз потому что только здоровый коллектив и так дальше может ей помочь от ее страдания то есть советовал дочке Троцкого в 30-е годы вернуться именно тогда произошло когда Верховный Совет Советского Союза лишил всю семью Троцкого гражданства то есть он ее реально доводил до самоубийства и вот она покончила не уверен что именно из-за этого потому что у нее было много других причин она была очень проблемным человеком очень но в этом контексте да вот это все все это и случилось и например когда она включила газ в этой своей берлинской квартирке и погибла то когда соседи пришли ну почувствовали газ или что-то в этом роде значит когда соседи обнаружили ее труп то документов писем и прочего в этой квартире уже не было так что история конечно остается темной и загадочной меня очень интересовал в свое время этот доктор Май и конечно участие Кронфельда который через несколько лет после этого события эмигрировал не куда-нибудь а в Советский Союз и стал там делать довольно успешную психиатрическую карьеру и ходил в Кремль оказывать разного рода психоневрологические услуги тамошним значит обитателями их семям то есть как-то стал говорить уже на русском и имел очень привилегированный такой режим для беженца для эмигранта в общем-то у него все получалось до тех пор пока в 41 году когда нацистские войска подходили к Москве и из Москвы эвакуировали там все советские и партийные учреждения октябрь 41 да октябрь 41 Кронфельд покончил с собой приняв большие дозы снотворных веществ вместе со своей женой и официальная версия состояла в том ну или полуофициальная скорее состояла в том что институт Ганнушкина в котором он работал не включил его в списки на эвакуацию опубликовав эту брошюру он видимо так сильно боялся новой встречи со своими бывшими нацистскими пациентами или значит знакомыми что он предпочел уйти из жизни вместе со своей женой которая даже не была еврейкой она была немка которая вот пострадала вместе с ним а их трупы нашел на следующее утро доктор Снежневский не кто-нибудь а сам который тогда был молодым врачом в этом институте Ганнушкина соседом по типа ведомственному жилью вот он нашел эти трупы и пытался оказать первую помощь как он говорил и не удалось в общем это тоже довольно темная история на волнах радио свобода в выпуске поверх барьеров передача сексуальный травелок Артура Кронфельда в пражской студии свободы мы беседуем с автором предисловия к переизданию довоенной кронфельдовской книги дегенераты у власти психология нацизма Александром Эткиндом Александр Моркович а под чьё покровительство бежал Кронфельд в 36-м году в Советский Союз вы пишете что из Швейцарии ну он сперва бежал из Германии что понятно да после 33-го он бежал в Советский Союз кто так сказать прикрывал его крылами тогда не знаю не знаю он устроился работать в институт Ганнушкина есть разные свидетельства о том что он действительно выехал очень привилегированным или приехал очень привилегированным гостем якобы он с собой привёз не только свою библиотеку но и коллекцию бронзовых скульптур эротического содержания есть такой значит мотив в литературе я не уверен что это всё это правда он сумел вывезти тоже из Германии своего личного ассистента который стал известным доктором потом сидел в ГУЛАГе такой почётный высший почётный приезд в страну да он действительно был очень известным крупным известным психиатром участником разных международных конгрессов он научил докторов института Ганнушкина новым методом терапии инсулиновая кома которая с тех пор стала знаменитой и в частности Снежневский её всячески практиковал в какие-то периоды своей карьеры именно Кронфельд её привёз и обучал советских врачей но было ли за этим ещё какое-то политическое покровительство связано ли это было со связями Кронфельда в Германии или может быть в Советском Союзе или может быть как-то это было связано даже с его ролью в делах семьи Троцкого об этом мы можем только гадать никаких свидетельств реальных свидетельств нету но вся траектория конечно очень познавательна а вот до написания им брошюры в самом конце 30-х годов о нём открытая пресса в Советском Союзе писала газеты журналы что-то такое о нём говорилось ну он печатал свои статьи там про лечение шизофрении и так дальше в специальной литературе по русски на русском языке и так дальше но как раз накануне войны его стали активно приглашать на радио то есть вот эта брошюра ещё лежала в 50 экземплярах но вот война начиналась видимо уже уже переоткрыли эту брошюру и стали её может быть готовить к печати и есть несколько радиозаписей где он ну на русском языке с сильным акцентом он сам рассказывает про сексуальное извращение Гитлера и Геринга он то есть настолько выучился русскому языку что мог давать интервью да? он такие речи говорил да к какому времени относятся к какому году вот эти огромные массовые тиражи его брошюры? если не ошибаюсь к 42-му а судьба брошюры потом какова? вот послевоенная были ли какие-то переиздания была ли она засекречена или вообще что с ней происходило? ничего то есть она была забыта ничего с ней не происходило она лежит ну в библиотеках вот в этих там алматинское издание которое я читал видел в публичной библиотеке в Ленинграде в Петербурге она не была не запрещена никто о ней толком не писал никто к ней не возвращался и при том гигантском интересе к нацизму с одной стороны к сексуальным безвращениям с другой стороны и в России тоже но и не только в России но никто вот этой брошюры как ни странно так и не занялся пока вот мы с моим итальянским коллегой Лучано Миккаци не издали ее месяц назад то есть никто там в учебных в университетах там где-нибудь на кафедрах в аспирантурах к ней не обращался ее специально не изучали я имею ввиду в Советском Союзе в России нет нет никто никогда ничего не писал ее не преподавали ее не переводили она же все-таки на русском языке была написана истанно и до сих пор она существует только по-русски то есть мы надеемся ее ну перевести значит уже с моим предисловием и аннотациями профессора Миккаци издать на разных языках я думаю у нас получится пустить ее в широкое плавание а вы могли бы оценить для нашего слушателя глубину собственно говоря этого исследования Артура Кронфельда ее научную сторону насколько она доказательна убедительна насколько она ярка вот с академической точки зрения если психиатрию причислять к академическим дисциплинам я думаю здесь к ней надо к этой брошюре рассказанным в ней историям надо отнестись к свидетельскому показанию или точнее к собранию свидетельств там под заголовок в этой книжке свидетельства психиатра но Кронфельд в общем свидетельствует не от своего лица а от имени своих пациентов которые ему рассказывали что-то что они не рассказывали никому другому и действительно ну психоанализ или психотерапия так работает что в этом сеансе в этом общении которое может заниматься ну месяцы или годы как известно это очень близкое общение все секреты раскрываются секреты значит личной жизни пациента и других людей о которых он рассказывает и эти люди да действительно были ну примечательными людьми например Кронфельд ссылается на своего как на своего пациента на такого значит известного человека по фамилии Ханус который был любимым астрологом нацистской верхушки то есть он ходил значит разговаривал с этими людьми составлял гороскопы участвовал в разном роду скандалах тоже был театральным спонсором любил театр любил актрис значит такой был светский астролог и пациент Кронфельда там чего-то он своего там лечился постоянно у Кронфельда и вот рассказывал ему вот эти истории которые ну вот этим мы занимались случайно намекации пытаясь найти а вот этот Ханусен ну как где-то он еще что-то подобное кому-то еще рассказывал кто-то в воспоминаниях или в каких-то исследовательских текстах ссылался ли кто-то еще на подобного рода сюжеты полученные от того же Ханусена нет Ханусен рассказывал только Кронфельда при том что он известный человек в литературе то есть он реально существовал при него разные истории увлекательно известны ну вот это да он рассказывал только Кронфельду перепроверить нельзя невозможно перепроверить в этом смысле ну какая тут наука то есть это такая очень ну особенная область ну которая типа юристы наверное это полифицировали по-по-своему психиатры по-своему ну а мне как историку это интересно как уникальный источник информации которую невозможно проверить но очень интересно иметь в виду и последний вопрос именно с исторической точки зрения вот глядя теперь оглядываясь на на весь этот садом можно ли сказать что из других источников подтверждается направление обвинения или анализа изучения Кронфельдом этой темы вы говорили о том что и в других источниках тоже содержатся некоторые факты того же рода и так это брошюра Кронфельда не просто пропагандистская штучка в пользу Советского Союза и Сталина и против нацизма но и гораздо гораздо большее интереснейшее и важнейшее свидетельство правда это важное свидетельство я не принимаю это на сто процентов как теорию или такую идею что да действительно нацисты были гомосексуалисты или гомосексуалы именно поэтому они творили свои преступления что они были гомосексуалами вот в это я не верю мне кажется что это просто ну не так но действительно есть интересные исследования которые например ряд биографов Гитлера разделяют эту версию а другие биографы не разделяют эту версию но ряд биографов Гитлера которым я занявшись этим именно в связи с Кронфельдом я им верю говорят о том что да Гитлер который в сексуальном отношении вообще-то был довольно пассивен и как бы это не было интересной для него стороной жизни но в молодости и вплоть до ночи хрустальных ножей он участвовал в разного рода гомосексуальных отношениях а потом ну не только перестал в них участвовать но и стал последовательно уничтожать тех людей которые имели информацию имели сведения могли засвидетельствовать это его участие и вот эта последняя цепь действий она прямо прошла через все оставшиеся годы ему Гитлеру и она была очень последовательной систематической вот эти убийства и ликвидации не могут быть объяснены без его участия интереса наверное это свидетельствует о том что это действительно вот в этой форме это было важной стороной того как Гитлер придя к власти задним числом строил свою биографию и свое послание человечества сексуальный травелок Артура Кронфельда в пражской студии свободы мы беседовали с автором предисловия к переизданию довоенной кронфельдовской книги дегенерата у власти Александром Эткиндом выпуск поверх барьеров на волнах свободы у микрофона Иван Толстой продолжаем программу DP возвращаются в Мюнхен Бавария начиная с 1945 года стала подлинной столицей для десятков и сотен тысяч перемещенных лиц DP Displaced Persons по международной правовой терминологии лагеря на месте бывших казарм с муравейниками беженцев доморощенные театрики и оркестрики микроскопические издательства по существу на коленке газеты и журналы дружба и вражда любовь до гроба и скорые размолвки надежда на невыдачу советским репатриационным комиссиям и ожидание спасительного переезда за океан в Соединенные Штаты Аргентину Уругвай Австралию готовность к любой работе ради себя и детей в Мюнхене только что завершилась большая правильнее даже сказать грандиозная по занимаемому пространству выставка посвященная феномену Дипи в Баварии выставка устроенная музеем города Мюнхена уже не первая этого рода в прошлом году мы рассказывали об истории радио свободная Европа радио свобода показанной с помощью фотографий видеоинтервью памятных предметов брошюр и плакатов но размах нынешней Дипийской экспозиции не сопоставим перед зрителем прошла фотопанорама будущей еще не написанной книги иллюстративная база есть будем ждать историографа а пока что отдадим посильную дань теме и послушаем двух свидетелей моя собеседница пережила эпоху Дипи сама дочь Сергея Фройляха Ирина фон Шлиппе вспоминает послевоенные годы мы приехали в Менчин в 49-м году и здесь русских было очень-очень много и каждый русский хотел создать свою партию тут был Сбонр был еще Ровс и я не знаю как они все назывались это все можно найти в списках и они все были главным образом в районе Бугенхаусен там была Мюльштрасса где все евреи были они как-то заняли всю эту улицу и там были еврейские магазины и продавали рыбу фиши это я хорошо помню а русских именно все хотели партии какие-то создавать и был здесь такой Константин Григорьевич Кормеядя и он очень добрый хороший человек он ходил в немецкие всякие административные конторы где он просил за русских и заступался за русских но он не политик был и к нему приходил представитель какой-то одной партии и он с ними соглашался они уходили приходили другие он с ними тоже соглашался он никого не хотел обидеть но Константин Григорьевич это был такой очень особый человек вот среди русских иммигрантов он ведь конечно был в гостях у вас дома у вашего отца но он вообще здесь был везде я к сожалению хотел сделать с ним интервью и так и не делала понимаете это было очень жалко мы с ними в Кромеяде мы бежали из Берлина он же был тоже у Власова он не был была его супруга и его дочка и мы влезали вот в поезда в окна это когда мы бежали из Берлина и попали тогда на юг в Ольгой около Равенсбурга Ванген и там я уже говорила мы жили в деревне которая называлась Кнолен Грамм Гемайнде Грюнкаут и вот как это по-русски Кнолен Кнолен может быть и картошка и какие-то овощи которые круглые в общем картошка и это Грамм это ров ров картошки а Гемайнде это община Грюнкраут а Грюнкраут это зеленая капуста так что это да такой картофельный ров капустной общины вот совершенно верно вот туда мы попали для сатирической сказки просто название да и было еще маленькое озеро которое называлось Фляппах это вообще непонятно что это может быть это на местном диалекте что-то но это было не озеро а какой-то маленький прудик и там было много лягушек а каких еще гостей вашего отца вашего дома вы помните кто приходил из-за мигрантов кто когда когда мы были здесь в Мюнхине с 49-го года в 49-м году что-то много народу было мы же жили вместе с Кармиядей квартир-то не было были разрушены виллы и эти разрушенные виллы никому не принадлежали то есть они либо были нацисты либо были евреи и там никто не жил и все русские которые здесь были если могли занимали эти виллы никого не спрашивая просто мы жили в этих развалинах у нас на весь такая вилла как эта примерно в каждой комнате жила какая-то семья туалет был только в подвале а вода текла очень так сказать медленно и скупо так что вот так вообще-то потом здесь было общество студенческое общество и студентов русских было около трехсот человек я еще была тогда самая молодая еще не была студентка но мы все вместе общались очень много студенческие устраивали Керенская приезжала сюда и выступала и это была большая сенсация к вам домой не заходил нет куда было приглашать мы делали в одной комнате в одной из комнат вместе с кармияди а для меня мы сделали загородку из картона я смотрела там сделали окошечко как кармияди сидели за круглым столом все курили в дыму и играли в реферанс вот такое было Ирина Сергеевна какая репутация русских была у баварцев знаете я тогда баварцев мало знала и вообще мы общались только среди своих если по правде сказать единственное когда я познакомилась это уже было в 51-м году в университете и там нашлись среди молодежи люди которые очень были заинтересованы именно нашей жизни приходили вот наши это самое общежитие в гости студенты немцы немцы да они интересовались вообще нашей жизнью было как-то это посмотреть как вот люди немцы живут в полной войне в этих самых разрушенных домах это верно а среди русских ведь наверное были разговоры там как называли местных эти немцы немчура нет недобитые фашисты нет вот это меня спрашивал тоже Андрей мой сын этот вопрос насчет вот евреев насчет этого был ли он у нас тогда и я среди моей группы не был мы интересовались только пастернаком например и все и потом дети Арбата появились Рыбакова ну да но это уже сильно позже это позже но нет это все было в 50-х нет нет дети Арбата это в 80-е годы не может быть ну конечно это же новейшая книга 80-х годов Анатолий Рыбаков что же тогда было я помню какой-нибудь дудинцев белые одежды вот тогда читали я не помню но я помню что все это нас тогда это главным образом интересовало а что было в Германии и что вот были эти самые концентрационные лагеря об этом фактически не говорили это я не помню а с немцами а с немцами вы дружили вот со студентами да с кем бы не дружили это были украинцы то есть они с нами не дружили потому что мы были русские а они самостейники да они с нами не хотели разговаривать как сегодня ну не знаю сейчас тоже конечно нет это было как-то нам непонятно мы студенты и вдруг они с нами не разговаривают но это вот я запомнила А чтобы немцы как-то плохо себя вели, я бы не сказала. Наоборот, вот эти, которые я знаю, студенты, они просто интересовались. Они говорили так, как говорили при немцах, что это самые грязные, поганные, с блохами и клопами. Всего этого в Германии нет, а вот эти самые беженцы, они сказали, откуда всё это имеют? Но это неправда, потому что клопов было в Германии очень много. Это я на собственном опыте могу сказать. А так, я бы не сказала, чтобы какое-либо было, так сказать, что-то такое отрицательное в их отношении. С теми, которыми я встречалась, наоборот, они интересовались. Приходили домой, смотрели, как мы живём. Это было очень... Тогда, после войны, вообще многие так жили. Не только русские. Ирина Сергеевна фон Шлиппе – свидетельница послевоенной эпохи. Дипи возвращаются в Мюнхен. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» в связи с прошедшей выставкой в Мюнхенском городском музее мы говорим о судьбе русских перемещённых лиц. Евгений Репников сам в 40-е и 50-е годы не застал. Но его отец, Иван Репников, много рассказывал сыну о той поре. Мы поговорили с Евгением Ивановичем Репниковым. Была очень большая такая дружба между этими Дипи. И мои родители сюда, в Германию, прибыли во время войны. И после войны сразу образовались эти различные лагеря для перемещённых лиц. И именно в этих лагерях для перемещённых лиц создавались большие дружбы, которые десятилетиями продолжались. Хотя многие из этих людей, с которыми мои родители дружили, например, эмигрировали, скажем, в США. И велась очень большая такая культурная жизнь, в которой мои родители участвовали. Состоялись большие концерты. И уже потом побольше в 50-е годы и в 60-е годы, например, и в Мюнхене. Было очень много зрителей, от 500 до 1000. Была даже бурная такая политическая жизнь. Нельзя забыть о том, что были различные политические организации в виде сбонра. Потом образовалась благодаря тому, что очень много здесь было интеллигенции российской и другой. Такие знаменитые радиостанции, как Радио Свободная Европа и Радио Свобода. Здесь же основалась русская библиотека. Нынешняя Толстовская библиотека. Основывался институт по изучению Советского Союза. И среди этих людей были и большие дружбы. Ну, конечно, были какие-то, как можно сказать, соревнования. Большую роль играла здесь русская православная церковь за рубежом. И эти приходы, они являлись как таким бежищем для людей, потому что у большинства из этих людей не было никаких родственников. А мы, дети, мы имели возможность в приходских школах знакомиться с русским языком, с русской культурой, русской историей. И были также театральные постановки наших русских церквей и наших русских приходских школ. И это все основывалось на том, что именно в то время, в 40-е, 50-е, 60-е, еще 70-е, были люди, которые знали, как устроить театральную, скажем, постановку. Были организаторы тоже, вроде моего отца Ивана Кузьмича Репникова, который участвовал в организации различных концертов. Но это потом все в 70-е годы уже кончилось. Но это все началось именно в лагерях для перемещенных лицах. Особенно большой лагерь был лагерь Шлайсайм, в котором очень много русских художников также было среди них. И различные певцы, танцоры, музыканты, которые устраивали концерты. И, конечно, артисты, которые могли устроить различные театральные постановки. Так что как раз наша семья была как-то также в центре этой бурной культурной жизни. И моей сестре, и мне повезло в связи с этим, что мы могли и участвовать частично, и познакомились таким образом с русской литературой, культурой и так далее. Жила ли среди русских, особенно среди взрослых, надежда, что они вернутся в Россию? Или они считали, что надежды нет, и они останутся на чужбине навсегда? У большинства таких надежд не было, надо сказать. Поэтому именно как раз при церковных приходах, потом уже когда лагеря для перемещенных лиц были закрыты, именно основывалась такая культурная, религиозная жизнь. И нас, детей, именно воспитали в таком русском духе. То есть мы изучали русскую литературу, культуру, историю и так далее, потому что наши родители уже знали, что нет никакой возможности вернуться тогда в Советский Союз. Как относились к ДП местные? Немцы? Баварцы? Ну, с презрением таким. Потому что как-никак перемещенных людей опекали международные организации УНРА, ИРА, а потом в начале 50-х годов немецкие инстанции. А немцам, как таковым, эти международные организации в большинстве случаев не помогали. И поэтому те живущие баварцы, они не возлюбили особенно этих перемещенных лиц, но также они не возлюбили беженцев из Восточной Европы, немцев. Такое тоже было презрение. Почему они должны быть здесь? Они отнимают от нас только многое, и никто нам не помогает. Но, в конце концов, немцы сами, конечно, озаботились о своих беженцах. А к нам было такое презрение, что потом, когда выстроен был наш поселок Людвиксфельд, что его называли такими словами, как Маумау-поселок, например, и считали нас, иностранцев, как людей еще менее хорошими. И всегда было такое ощущение у немцев, что у нас творятся только плохие дела. Как расшифровать это название Маумау-поселок? Это было восстание Маумау в Кении, в Африке. Это было восстание, значит, африканцев. И они нас, так сказать, сравнивали с какими-то африканцами, чтобы нас унизить, нас, иностранцев. Но тут имеется в виду, конечно, не только русские. У нас же в нашем поселке жило около 30 национальностей. Кстати, и немцы тоже. Но, тем не менее, так как у нас было очень много иностранцев в нашем поселке, местные немцы нас особенно не любили. А было какое-то понимание между второй волной эмиграции и первой волной? Понимали ли те и другие, что корни растут из одной и той же России? Или были разные представления о мире и о своем предназначении? Если я исхожу из нашего поселка, в котором жили и первая эмиграция, и вторая эмиграция, русские, так надо сказать, понимания были фактически одинаковые. Кроме того, русская зарубежная церковь, это вообще церковь, конечно, первой эмиграции, нельзя забыть. Она же основывалась за рубежом в 20-е годы, уже, значит, после революции. И в основном нашей семье у нас были очень хорошие отношения к людям не только второй, но и первой эмиграции. Потому что среди и первой эмиграции было очень много интеллигенции. И среди них была, например, преподавательница нашей приходской школы Ольга Евгеньева-Галиченко. Она была воспитанница Смольного института в Питере в свое время. Так что мы питались этими взглядами первой эмиграции, и мы были все, так сказать, на одном уровне. В том смысле, что для нас было понятно, что Россия должна быть когда-нибудь освобождена. Можно ли сказать, что организация в Мюнхене этой грандиозной выставки, посвященной ДП, это есть признание того значения, которое имели перемещенные лица в послевоенной истории Германии. И изучение этой полосы истории будет поставлено теперь на солидную ногу. Вполне возможно, хотя этими темами некоторые немцы уже давно занимались и занимаются. Но сейчас, очевидно, это новое поколение немцев. Это первые острые эти историки. Они знают, какое именно значение имели вообще все люди из Востока при том, чтобы восстановить эту Германию, но поставить ее на демократические тоже и ноги. Нельзя об этом забыть. И хотя у нас не было немецкого гражданства, но наши политические организации, они имели хорошие связи с немецкими партиями, с американцами своеобразно, это понятно, да. Ну и таким образом друг друга люди чуть-чуть на этом уровне понимали друг друга и знали, как можно друг другу помочь в политическом смысле, да. А в экономическом смысле у нас было тоже много людей, которые работали, хотели именно работать. И они помогли в этом, как это называется, экономическое чудо Западной Германии. Так же, как и немцы из Восточной Европы, которые прибыли сюда, в Германию, беженцами. Эти люди все вместе, они восстановили Германию, сделали тем, что она сейчас еще есть. Ну я, конечно, рад, что наконец-то эта выставка о перемещенных лицах состоялась. И что я мог сделать мой вклад в эту выставку не только тем, что я предъявил им какие-нибудь, скажем, фотографии семейные или документы семейные. Я мог и рассказать многое, в первую очередь, о нашем поселке Людвигсвельде, которое вошло в эту выставку. И наш поселок Людвигсвельд, он очень знаменито, так сказать, представлен в этой выставке, о чем вы, может быть, тоже заметили. И дамы, которые в первую очередь устраивали эту выставку, они очень хорошо со мной сотрудничали. Но это не только эта выставка, но и нельзя забыть уже год тому назад выставка радио свободной Европы, радио свободы. И то тоже первый раз, слава богу, в таком музее, как городском музее Мюнхен, было представлено очень важное дело радиостанций, которые, в конце концов, тоже к тому привели, что Германия была воссоединена. Нельзя забыть. На этом уровне городском продолжается эта линия. И через год будет представлено время, начиная от 1945 по 1965 год. И в этой программе будет и представлена именно, кроме того, история различных эмиграций. Не только русской эмиграции, других эмиграций, да. Рассказывал Евгений Репников. В выпуске «Поверх барьеров» выслушали передачу «Дипи возвращаются в Мюнхен». В разговоре участвовали Ирина Сергеевна фон Шлеппе и Евгений Иванович Репников. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова